Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Давно уже деловые, хорошие отношения, считаете, дружественные. Наши водители, работая здесь в управлении по труду, те, кто состоит на учете, возят на различные работы. Нам, как говорится, с ними комфортно работать, они нам всегда готовы помочь. И вот наши, как говорится, вот эти вот потребности, они периодически нам закрывают. Подобные кермаши вакансии проходят в управлении два раза на тыдень. Напереды дни городская служба занятости провела их для работников сферы гандлю, громадского харчавания и вытворчасти. Максимостью працевладковаться скорысталися прикладно полсотни человек. День предприемства проводили и для ожидающих працевать у швейных, галине, а так само матросами-выратовальниками у купальный сезон. Наступный день предприемства пройдет у автора к 18-го красавика об вакантных местах на швейной вытворчасти, расскажет керавництва будалничьего предприемства. Ну и очень активно проводятся вопросы на направление по оттоку, на переподотоку. Мы только за апрель месяц поставили себе задачу не менее 300 человек направить. Сейчас активно комплектуются группы. На сегодняшний день уже в пределах 150-170 человек есть, и они будут направлены на переподотоку. Узровень беспрацовья у Гомеля зараскладает 1,1%. Городская служба занятости что дня выдает 15-20 на кированию на працу тем, кто звертается сюда за допомогой. Дарочи только за опошние 10 дн. Управление оказалось оденниче неприкладно 250 гомельчанам. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Для молодей, которые ожидают работать на летних каникулах, во всех первичных организациях БРСМ провели один день открытых дверей в рамках акции «Выбираем студотрад». Молодые, энергичные, метанакированные активисты БРСМ взвертались с просьбой об уделе учарговым працеванным семестром. У основных молодые люди покидали свои заявки на летнее працеваткование в составе студотрадов. Сирот наибольши запотребованных на прамках – сельскохозяйственные, будовничные и сервисные. Усе звороты будут опрацовываться в штабах працеванных справ, где студентам и наученцам подберут вакансии. «Первый курс в основном, второй курс заполняют анкеты, по результатам которым на летний период они устраиваются на работу. Я являюсь уже третий год в этом отряде. В прошлом году, летом, мы выезжали в Брилево и там убирали. То есть какой-то урожай убирали, работали примерно 4-6 часов в день где-то и заработали около 90-100 рублей примерно за месяц». У субботу протягнуть работу промы и телефонные линии мясцовых органов УЛАДы. 15-го красавика на пытание Жихара у региона откажет старшиня областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Нумер телефона – 75-12-37. Гамельчан выслухает первый наместник старшини Гарвы Конкама Александр Иванович Сиваков. Звонки он будет принимать по телефону 71-09-59. Час работы промыклини с 9-й ранецы до полдня. Сегодня Страстная Пятница. Яна попередничает святу Вялика Дня. У гэтый день христиане вспоминают о пошній день зя много життя Иисуса Христа. Яго распяття, знятия с крыжа и пахаванья. Гэтый день с самого строгого посту. У Страстную Пятницу не принято спявать, гулять и веселиться. Варта откласться усю домашнюю працу. Нельзя шить, резать, робить уборку и працавать на земли. У гэтый день на вечерние спавяются сабливы каноны и выносят плашаницу. Однако, не глядячи на тое, что на баженство просякнуто смутком, яна уже рыхтуя верника, удано доходящего у воскресенья Христа. Есть еще и даже ограничение в пост на пище, потому что даже написано, что мы не вкушаем подсолнечное масло вообще в этот день. То есть так в другие дни поста мы это делали, а сегодня вот такое вот ограничение. Освящение пасхи и куличей будет начинаться завтра в 12 часов дня. И будет продолжаться почти до самого начала богослужения. У Великодную ночь с Иерусалима у Гомель доставят животворный огонь. С початку он прибудет на самолете у Минск. Затым его развязут по епархиях. Первым на Гомельшине святыню примет Кафедральный собор Пятра и Паула у областным центры. У неделю в сопровождении звонится огонь развязут по храмах Гомельской епархии. Бадай самый запотрабованный продукт у гэтые дни – Великодные куличы. Их выпечкой займаются кондитерские предприемства, монастырские пекарни, приватные предпринимательники и домашние господины. С технологией вытворчивости ознайомился Олег Сентюров. Основные продукты, которые должны быть в каждом доме на Великодень – попробованные яйки, творожная пасха и куличи. А почник – это специальный святочный хлеб. Рецептовый приготовления шмат. Звычайно, выкрасывается дрожавое тесто с добавлением сметанкового масла, яек и сукру. На Тераховском хлебзаводе «Добрыска гаразит пожил Союза» в гэтые дни работа организована круглосуточно. Не отмавляючися от традиционной продукции, основная увага – Великодным куличам. Гэта – часовая продукция, якая вырабляется всего 4 дней в году. Але и за гэтый час можно отримать внедренный прибыток. Причем, коли у Сираду и Чацвер первая гадается куличам в упаковце, так и она лепш заховывается, то в пятницу и субботу повышенным попытам крестается гарачая выпечка. На протягу суток только на гэтом заводе вырабляется около 4,7 тысяч куличов, вагаят 300 до 600 граммов. Не глядите на то, что кулинары повинны притремляться затвержденной рецептурой, место для творчества застается усе ровно. Кексы пасхальные мы выпускаем разных видов, разного развеса, с изюмом, без изюма. Ну и вот стараемся вложить все творчество свое, чтобы кекс был вкусный. Сегодня великодные куличи выпекают практически все державные и приватные хлебозаводы. Набыть их можно у любой харчовой краме, правда, кошт довольно значительно отрознивается. 400-граммовый кулич можно набыть и за полторы рубля, и за пять, алипродукция на полицах не затримывается, тем больше, что домашней выпечкой займаются далеко не всем. С чем я была, 4 человека сюда сама делала, а теперь уже 77 годов, у меня уже силы немало, так я приду, на мне просто купить. У Гомельском женочном монастыре свежие великодные куличи продаются за нескольких годин, правда, сам процессы в творчестве для инших закрыты, кажут, что подчас выпечки читаются специальные молитвы, тут потребна особливая атмосфера. Непосредственно подчас продажу у монастыря покупников обоисково пожидают здоровья и всего самого лепшего, и еще раз звернутся с молитвой до Бога. Светлица, любящих Бога, и знаменущих крестным знаменем, и веселье, и глаголющих, радуйся, причастны и жертвыящие крести Господень, помогай мне со святой госпожой Девой Богородицей, и со всеми святыми во веки. Аминь. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадуя компания «Гомель». Громадский транспорт у великодную ночь будет працевать до ужей. Как после урожистой службы у храмах гомельчанам было сручно добираться до дому, аутобусы и троллейбусы будут перевозить пассажиров до 3 годин 30-ти хвилин ранецы. Транспортные зносины будут забеспечены со всеми микрорайонами областного центра. Застается только додать, что напередо дни святкования великих православных святов варто выконовать правилы пожарной безопасности, быть пильными, а так само оказывать необходимую допомогу со старелым. С такой просьбой до насильства звертается областное управление МНС. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что в одной из квартир двухквартирного жилого дома задымление. В ходе разведки было обнаружено тело мужчины, передан работникам скорой медицинской помощи, которыми была констатирована его смерть. У воднику пожару пошкоджены постельные приналежности и дравляны ложек у кватеры. Причина пожара высветляется. Одна из наибольших верогодних версий – неосторожное обыходжение за огнем при курении. В преддверии наступления праздников хотелось бы обратиться к гражданам и напомнить им о соблюдении правил пожарной безопасности. Взрослые дети, чьи родители проживают в частных домовладениях, навестите своих близких, окажите им помощь в наведении порядка на приусадебном участке, сбору мусора, не прибегая при этом к его сжиганию. Тем самым вы предотвратите опасность возникновения пожара. В случае же обнаружения возгорания немедленно сообщайте спасателям по номерам телефонов 101 либо 112. Протягиваем выпуск. Гомель сёння отдал Данину поваге памяти Ирыны Паскевич, опошней госпадыни Майонтка Румянцевых и Паскевичу. Сёння сполнилась от 92 года с дня смерти княгини. Ирына Ивановна Паскевич померла в 1925 году, однако надолго покинула глубокий след у истории нашего региона. Память об яе добрых справах заховывают особные будинки областного центра, калисти узведенные по яе указу. Ирына Паскевич активно удельничала у экономичным и социальным жития Гомеля. Княгиня будавала и финансово забеспечивала школы и жаночая в училище. На ее сродке была узведена и мужчинская классичная гимназия. Зараз это корпус Белорусского Державного Университета Транспорта. Дякуючи ей, працывал детячий притулок. Ирина Ивановна Паскевич, графиня Иреванской, княгиня Варшавской. Сейчас мы с вами находимся в усыпальнице, где захоронены 8 членов представителей семьи Паскевичей. Но, к сожалению, могилы самой Ирины Ивановны здесь нет. После революции ей отказали в доступе быть погребенной рядом со своим мужем. Поэтому она была захоронена на территории Петропавловского собора. Убачить в образ опошней господине Гомеля сегодня можно на названной уяя гонор в улице Ирынинской, где удячные гомельшане поставили ее и помник. Коллекция работ заслуженного деячего мастатства у Республики Беларуси Гомельского мастака Роберта Ландарского представлена на выставе у Грамадским культурным центра. Спявак родной земли и ее неполторной природы у своих творах ускваляя пригожость Беларуси. На открытию экспозиции завитала Ганна Каральчук. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tsvrgomil.by. На гэтын выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи. На ведвальникам вернисажа представили 23 картины разных периодов творчести мастака. Наприклад, частка работ связана с его дятинством. Роберт Ландарский народился в Гомеле. Его батька означалил пригородный колгас. Летом, подчас каникул, будучи мастак, захоплением працавал в поле. Минавито тому многие работы одлюстровывают сельское житё, людей, природу. Настоящий белорусский художник, скажем так. Белорусская живопись современная. Творчество Ландарского отличается особой манерой письма. У него свой сформированный художественный язык. Он пишет не только портреты, но и тематические картины смысловые. Например, вот как Белесская Мадонна, посвященная Чернобылю картина. И саправды, одна из центральных картин экспозиции притягивает увагу. Молодая жанчина у червоной сукенцы утекает забрудженной радиации зоны с дятем на руках. На другом плане силуэт старой, якая не может покинуть родные мястины. Полымнеют хаты, земля под босыми ногами Мадонны, знак радиационного заражения. Усё кажа об страшной небеспеции, якая погражает людям. Как передать тревожный стан, мастак выкоростав три колеры – чёрный, белый и червоный. Вы знаете, такое плачевное событие в нашей области, да вообще в государстве произошло. Чернобыльский этот взрыв, чёрный, там где-то Припять просматривается. Здесь всё условно убегает с этой зоны болезг, которые остаются там. Её мать, и кроме того, с правой стороны, то, что изображено, это, значит, тогда пожарники тушили или смывали вот эту радиацию. Имя гомельского мастака широко вядомо у свете. Творы Роберта Ландарского знаходятся у Национальным мастацким музея Республики Беларусь, в фондах Беларусского союза мастаков, музея, выявленных мастацтва у Минску, а так само у музея Германии и Чехии. Наведать выставу у Гомеле можно до 3 мая. Гана Кральчук, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працевал Александр Гамоля. Добрых вам новинов. Сачуйте за эфиром.